Привет! У нас сегодня 16-ое видео. В 16-ое видео мы поговорим об артиклях, как и странно. Объявление артикля с существительными собственными. Собственными. Что это такое? Это имена или предметы, единственные в своем роде. Катя, Петя, Вася, Юра, Солнце, Мерседес и так далее. Общее правило. Существительные и собственные употребляются без артикля. А зачем они? И так понятно, что это что-то такое, некое такое вау. Особенно. Так что, как правило, без артикля. Когда перед существительными и собственными стоит нарицательное существительное, то есть в общем, общие предметы, в смысле общие. Любое, что я вижу, там ручка, чашка, лаптоп, диван, это все нарицательное. А. Так вот, когда присуществительен собственность, так нарицательное существительное, обозначивающее звание или принятую форму обращения, артикль также не употребляется. То есть, допустим, вот у нас обращение. Профессор. Профессор. Профессор Павлов. Это большой буквы, кстати. Да, почему-то у меня тут пью. Вот для чего я держу эти. Bureau Max Whiteboard Markering. Профессор Павлов. General Parker. То есть, генерал Паркер. Звание или форма обращения. Доктор Браун. Мистер Уайт. Мы видим, нету артикля. Нарицательное существительное обращение, когда мы обращаемся к кому-то, рассматривается как существительное собственное и потребляется тоже без артикля. Good morning, Captain. Доброе утро. Капитан. Мы обращаемся к нему. Капитан. Значит, мы обычное существительное нарицательное превратили в собственное, потому что это как обращение. May I ask you a question, professor? Профессор. Обратились? Ничего не знаем. Porter. Тот, кто нам помогает нести вещи. Грустик, носильчик, по-моему, называется. Help me with this trunk, please. Помоги мне, пожалуйста, с этим чемоданом. Плитом. Вот так. Но в некоторых случаях перед существительными собственными употребляется определенная артикля. А вот когда это происходит? Давайте поживем. Первое. Перед фамилиями во множном числе. The browns have left London. Браунзы покинули, выехали из Лондона. То есть имеется в виду вся семья, все члены семьи. Ивановы. The Ivanovs. И Чоткины. The Chotkins. Такая моя фамилия. О, блин, прокраивался. Мой палец. Мы ничего не видели, ничего не слышали. Дальше. Второе. Перед названиями стран, морей, океонов, заливов и других географических названий. В виде сочетания существительного нарицательного. Допустим, the British... О, не зря, не зря я держу эти марки. The British Empire. Вот видите, это нарицательное. А перед ним стоит с председствующим, определяющим словом. Так, так, так. Такс, такс. Ага. Да, да, да. Среди словом. О, the British Empire. Поставили. Так. У нас есть нарицательное. И с ним определяющие слова. The British Empire. Дальше. The United States. States. Нарицательное. Как бы вообще перед ним определяющие слова. The United Kingdom. То есть объединенное королевство. The Pacific Ocean. Это у нас вошел океан. Кстати, можно сказать просто. The Pacific. Тихий. Кстати, переводится тихий. The Pacific. Или the Pacific Ocean. Дальше. The Atlantic. Атлантический океан. Или the Atlantic Ocean. Можно не говорить и не писать океан. Не так понятно. Хотя можно и поставить. The Baltic. Или the Baltic Sea. Балтийское море. The Mediterranean Sea. Средиземное море. Или the Mediterranean. The Persian Gulf. Персидский залив. The Sahara Desert. Пустыня Сахара. И the British Channel. Британский канал. Или еще его называют Ламаш. Ну, французы его называют Ламаш с одной стороны. А британцы называют British Channel. Так, с покидоки. Но! Когда георгическое название является сочетанием существительного собственного. Вот смотрите, да? Если здесь была империя. Это как бы вообще-таки, да? То есть существительный нарицатель. То есть здесь есть слово Europe. Это уже имя собственное. Так вот тогда, когда у нас такие слова, и перед ним какое-то определяющее слово, то артикл не нужен. Да, в общем-то, понятно. Достаточно вот этого слова. То есть Eastern Europe, Asia, имя собственное. Поэтому Central Asia, не нужно артикл. North America, South America, Северная и Южная Америка. Northern Ireland, Северная Ирландия. И South Africa. Так? Два пунктика. Сейчас еще будет несколько пунктов. Через небольшую паузу. Продолжаем. Третий пункт. Перед следующими названиями стран, местностей и городов. The Caucasus. Кавказ. Мы используем артикл. Продолжаем. The Crimea. Крым. Нидерланды можно сказать либо The Netherlands. Или просто Netherlands. Нидерланды. С артиками или без. The Hague. Пишется вот так, а читается Hague. Гаага. Либо Hague, либо The Hague. Перед названием мерек. The Volga, The Mississippi, The Thames. Перед названием горных хребтов. The Alps Alpes. The Urals. Уральские горы. The Carpathians. The Carpathians. Carpathians. Карпаты. Но отдельные горные вершины без артикля. То есть, если у нас одна просто, то это Evers. Mont Blanc. Гора. И Elbrus. Чисто перед названиями групп астрологов. Группа астрологов. The Azores. Азовские острова. The Maldives. Или можно сказать The Maldive Islands. Мальдивские острова. Или просто The Maldives. The Bahamas. Магамы. Перед названием судов. Имеется в виду не суды, которые там судят что-то. А, там корабли. Шипс. Да, корабли. Шипс. The Titanic. Ну, это такие вот кавычки. The Titanic. The Pescoff. Это название судов кораблей. Восьмое. Перед названиями гостиниц. Это Metropol. The Saber. То же самое мы ставим на Тикандае. И перед названием английских, американских, может быть, каких-нибудь австралийских или новозеландских газет уже мало. The Daily Worker. The Timber Trade. Вот они. Пунктики. Полезные, простые. Все понятно, я думаю. Подписывайтесь на канал. Да. Все. Хватит на сегодня. Bye-bye.